ну что можно сказать интересного о дакаре первое то что непонятно где как и что для того чтобы не быть многословным я просто вам приведу пример дакаровской карты вот дакар билен через сито так вот на самом деле это не в билене старт а старт ds находится вообще в другом городе фиабала и вот так как она здесь нарисована совсем не так было а теперь следующая вития финиш через сито а теперь я показываю где мы сейчас находимся мы находимся с другой стороны вообще через сито а он показывает что финиш вот здесь потому что мы по этой дороге приехали то есть точнее здесь он должен был то есть организатор настолько какую-то хрень творят что не понять обычному народу люду кто захотел прийти посмотреть дакар машины сопровождения заряженные тоже с дугами колеса запасные лифтованная так неплохо прикольно и жесткие сиденья также какая-то навигация спортивный руль сколько у них всяких gps датчик toyota управляем мечтой смотрите какая классная тачка так все открыто тюнингованная гуд кар машина которая выбывшая из гонки здесь как интересно ничего в сзади нету только радиаторы с вентиляторами огромнейшими как на робби на чуваку сколько здесь всего наверху эти машинки такие ралли не смотри да несколько их одинаковых баги грузовик на пить его тоже дом на колесах такое шикарный будем кричать и искать белорусов белорусы привет а где здесь у вас есть дмитрий вроде воробьев или воробей а можно как-то позвать может нам повезет и мы все-таки возьмем интервью команды масс ну что наш проводник сегодня дмитрий возможно мы с ним договоримся здорово ну а ты видишь мы прибыли тоже сюда привет а она ничего страшного отлично вот видишь будем знакомы будем будем смотри я узнал такую информацию что здесь если ты сейчас подойдешь туда то ты как бы меня можешь провести наверное на защите спросить да но я только что спрашиваю я вам сказал я говорю интернета нету так мы могли бы сделать и как раз я мог бы как у вас по времени по времени вот сейчас он пока не приехали боевые вот я быстро интервью буха он взял бы рассказала бы что что больше времени не будет как приют может в лодке в люке и будет ремонт до самого утра уже никто не отключаться ни на что было отлично так вот погнали давай зачем какой там экипажа 727 dos personas самом деле я не в этой машине ничего творить поэтому осмелиться отцу ну точно выводить никто не будет но да да нам сейчас главное взять интерес вот мы прошли на бегу как правильно он говорится его бивак черт катя ты представляешь где мы находимся мы находимся биовуки я все биовуки дакара который проходит две тысячи восемнадцатом году мы нахо нет мы находимся вместе где дофига дофига красивых парней катя куда ты смотришь тут техника эволюционная технологии 21 века чувствуете силу мы здесь мы прошли благодаря тиме смаза мы сейчас пойдем еще пообщаемся с камазом попробуем взять у них немного интервью друзья французская команда peugeot total все карбоновая все супер технологичная и по ближайшее ближайшее время запланировано тотал закончить финансирование или у пежо и они не будут дальше участвовать на дакаре все-таки французы придумали а сами участвовать не будет что-то ну типа якобы очень дорого механиком работки тоже коробка он какая-то лежи же не что-то смотри даже время часики пока вы что-то как вот так у них финансирование уже посерьезнее смотри как у них только дом на колесах крутой легендарный камаз ах моща какая а это вот самое главное тупая это уже вечер дакаровцы неспешно готовятся к завтрашней гонке жаль здесь не видно мотоциклистов потому что это было бы очень интересно послушать поговорить конечно с ними потому что здесь рассказывали что есть одиночки которые он просто один его привозят чемодан выкидывают он сам раскладывается сам кушает сам мысли готовится сам готовить мотоцикл едет вот такой одиночки типа довольно дешево стоит выступить на дакаре и это очень интересно какой же прайс вот аппарате какое скорее всего же не участвующий так как стоит на прицепе но все же моща какая ах аппарат как интересно сделано видите все двигатели сзади стоят у всех машин а перед такой пустой так прямо странно движок какой моща а наверху видишь эти штуки это специально чтобы ты подкладывал под колеса когда ты забуксовал и чтобы выехать да можно было тоже внутри так как сюда электроника столько всего как космический корабль на если что сразу и в космос полетел так механики в палаточки таких и живут друзья не так все сладко везде даже за такие огромнейшие деньги что платят команды а это примерно 15 16000 1 билет на человека ты будешь спать палатки но зато ты будешь на легендарной гонке дакар вот и работа кипит у механиков каждый день каждую ночь каждый вечер они разбирают и собирает машину готовия к новому этапу сколько труда молодцы только уважение здесь можно лицезреть показывают предыдущий день а может даже уже и сегодняшний как проходила гонка вот уже сворачиваются готовится к завтрам конечно все таки мотоциклисты крутые чуваки а вот такая столовая дакаровца вот тут и отдыхают питаются дакаровцы естественно питание здесь хорошие у них мы не сможем то зайти попробовать так как у них есть свой браслет не как у нас на руке и они естественно и получается порцию еды столовая работает практически все время но разделяется что есть обед ужин и завтрак естественно покидаем бивак следующий у нас уже будет в кордобе пожелаем всем нашим победы камазу и мазу кстати простоял мой мотоцикл прямо около входа но так хоть можно было сохранить вещи вот въезд очень много людей все ждут еще прибытия машин а мы с катюка поехали искать ночлег домой в нашу норку а еще нам надо купить продукты и покушать и Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро, страна! Вот в таком интересном месте мы вчера и переночевали. Это типа как храм. Очень так культурно здесь, здесь можно посидеть, можно полежать, помолиться, что-то оставить храму. Ну, как бы неплохо. Здесь даже есть вода, так что сейчас можно хоть умыться нормально, поднабрать запасы. Я спал в гамаке. Хорошо, так спина не болит, что не болит. Вот каждое утро, что сдал бы, это вот это складывание. То есть, кстати, это рузак, который до конца весь вытаскиваешь. Вот чем минус гермомешка, что он только сверху. Палатку эту складываешь, все вот складываешь, вон Катя складывает все, я все складываю, все навешивает на мотоцикл. Это, конечно, утомляет. Вот если был бы дом на колесах или яхта, все-таки это дало бы определенное удовольствие. А то вроде бы кто-то может сказать, ну что такое сложить там, собрать. Ну, когда это каждый день, ты вроде и распределяешь все. Ну, как-то не знаю, в этом есть что-то неприятное. Здесь наперекур, надо закачать новый видос. И наконец-то жара. Так классно, когда все-таки тепло. Можно вот так походить, позагорать и облезть даже успеть. За мной кафешка, здесь есть очень хороший интернет. Видео стало загрузить уже 30 минут. Мы пытались найти хостел, нам сказали, здесь местный хостел довольно дешевый. Мы приехали в маленький городок, даже свернули с трассы. Но оказалось, что хостел на самом деле... Ой, хостел. Кемпинг оказался здесь очень дорогой, 7 долларов аж с человека. Даже без интернета, это очень тупо. Но мне больше всего понравился пляжный момент или пляжный сезон аргентинцев. Я думаю, вам стоит это увидеть. Вот так аргентинцы проводят свой досуг. Вот такая речка-говнетечка. Ну и вот они сидят, жопы. Отмокают свои. Очень забавно. Катя, мне кажется, ты хочешь покупаться? Нет. Поваляться, я бы сказал, точнее. Поваляться в песку с небольшим количеством воды. У людей есть океан под боком. Вот так вот, но не совсем под боком, до него еще ехать и ехать. Но все же сюда приехать. Здесь очень много народа, видите, как... Сейчас, посмотри, разгон набирает. Купальник поправила. Сейчас плюхнется воду. Оп-оп. Ах, хорошо. Вот это романтика, да-да. Но у них же ванны нету. А так хочется в ванны. Здесь есть небольшой водопадик, да. Здесь можно проехать, промыть колеса, потом заодно и обмыть чуваков этим же. Жизнь прекрасна. О, телочки, смотри, загорают. Ну, друзья, вот так мы опять рендерим видео, делаем или экспортируем, по-другому его назвать. Сидим мы на заправках, в Макдональдсе уже здесь это не так привычно, как на заправках. И на данной заправках это будет довольно очень хороший интернет. Сейчас я решил сделать вне очереди выпуск Дакара, так как сейчас самая тема на этом хайпануть, так как мы были. Поэтому сейчас сделал интервью КамАЗа и сделал небольшой, можно сказать, ролик или клип под музыку, которая вам нравится. И интересные моменты проезда машины с одиннадцатого этапа вообще. Уже ночь, сегодня ночью мы опять с Катюхой в палатке. Да, Катя, ты устала? Я хочу в душу. Ну, на завтра возможно у нас принятие ванны, так как там есть еще озеро. И опять же смотреть еще один этап. Мы, как обычно, укладываемся на ночь. Да, Катюха вот готовит палатку, я гамак подготовил, там дальше кладбище. Катюха немного этого что-то побаивается. Я говорю, ну главное громко кричать. Спасибо ни с чем. Спокойной ночи, друзья. Спасибо. Спасибо.